Всем привет! Сегодня у меня обзор первой мультимодальной модели с открытыми весами Lama 3.2. Если предыдущая Lama 3.1 отличалась большой версией на 405 миллиардов параметров, то в этот раз у новой модели есть два основных преимущества. С одной стороны есть легковесные 1B и 3B модели, это обычные текстовые LLM. С другой стороны есть версии 11B и 90B, главная особенность которых – мультимодальность. Эти модели могут анализировать изображения. Разработчики утверждают, что модели 1B и 3B можно запускать даже на мобильных девайсах. Это довольно интересная и новая область применения AI. Например, как в этом демо. Модель помогает суммировать тексты из вашего чата, при этом она работает прямо на телефоне. Вы не отправляете данные в облако. Такое приложение даже может работать офлайн. В остальном это типичный случай Raga Retrieval Augmented Generation. Следующий пример – это вызов функций. Также локально на мобильном девайсе. Здесь Lama вызывает календарь на телефоне. Но меня сегодня больше интересуют мультимодальные фичи Lama 3.2. Вот пример приложения – помощник дизайнера интерьера. Вы можете загрузить изображение. Lama 3.2 проанализирует его. Вот модель распознала все объекты, которые есть на фото. И эта же модель может быть использована, чтобы изменить исходное изображение. В отличие от легковесных моделей, предназначенных для запуска локально, мультимодальные версии Lama 3.2 требуют GPU, особенно 90B. Для запуска этой модели можно использовать любую современную облачную видеокартку с достаточным объемом памяти. Я использую платформу Immers Cloud, которая является спонсором этого видео. Ссылка на эту платформу есть в описании к видео. Вы можете зарегистрироваться по ней и получить бонус 20% от суммы первого пополнения баланса. Как это вообще работает? За основу Lama 3.2 была взята предыдущая версия 3.1 – обычная текстовая LLM. К ней добавили адаптеры и энкодеры изображений. Подробнее на эту тему можно почитать, загуглив Vision Language Model или VLM. Назначение энкодера изображений понятно. Визуальные фичи, как и текстовые, необходимо извлечь из поданного на вход изображения и встроить в векторное пространство, чтобы трансформер мог с этими данными работать при генерации. А слоги адаптера нужны для того, чтобы визуальные фичи в векторном представлении передавать в языковую модель. Дальше Lama 3.2 обучили на корпусе пар изображения текст. В конце выполнили файн-тюнинг, чтобы научить модель следовать инструкциям. И alignment, то есть ее ответы, как и ответы любой другой модели Lama, цензурируются. Что мне особенно нравится, экосистема Lama предоставляет все больше инструментов для разработчика. Стоит обратить внимание на LamaStack. Это фреймворк, который представляет программные интерфейсы для работы с моделями Lama. Сейчас я покажу, как запустить LamaStack на собственной виртуальной машине. Я использую облако Immersed Cloud. Графическую карту RTX 4090. Подключаюсь к серверу по SSH. И мне понадобится Anaconda, чтобы установить LamaStack. Можно также использовать Docker, но я буду использовать Anaconda. Создаю виртуальное окружение, активирую его и устанавливаю, клонирую репозиторий LamaStack и устанавливаю команду PipInstall. Это займет некоторое время. Когда LamaStack установлен, сначала я выполняю вот эту команду LamaStack Configure. Дальше я задаю имя моему стеку, например, MyLocalStack. И первое, что мне потребуется, это указать модель, которую я собираюсь использовать. Я хочу протестировать мультимодальную модель Lama 3.2. Вот эту версию 11B Vision Instruct. Ах да, здесь не проходит валидация, нужен другой формат имени модели. Указываю его. Все остальные значения я ставлю по умолчанию для этого демо. И мой LamaStack сконфигурирован. Теперь я могу его запустить. Но прямо сейчас команда LamaStack Run, MyLocalStack, выдаст ошибку, потому что у меня не скачаны веса модели. Нужно выполнить команду LamaDunload Model ID, где я указываю ID модели Lama 3.2.11B Vision Instruct. И эта команда потребует ввести signed.url с сайта Lama.com, где для доступа к весам модели потребуется ввести ваши данные в форме. После того, как я это сделал, я вижу вот эту страницу, на которой в самом низу я могу найти signed.url модели и скачать веса. Веса скачаны. Теперь осталось запустить LamaStack. В этот раз сервер запущен с моделью, работающей на моем графическом процессоре, на 5000-м порту. И сейчас я попробую протестировать мультимодальную модель Lama 3.2 с помощью тестового клиента. Для начала я попробую текстовый промпт вот такой командой LamaStack API Synference Client. Указываю localhost и порт 5000. И модель Lama 3.2.11B Vision Instruct. Тестовый промпт получен. Это просьба написать поэму из двух предложений, на которую сервер LamaStack отвечает довольно быстро поэмой из двух предложений. То есть текстовый промпт работает, но давайте убедимся, что эта модель мультимодальная и она действительно позволяет работать как с текстовым, так и визуальным вводом наподобие GPT-4O. Я выберу вот это изображение, скопирую его URL и загружу файл с помощью curl в мою папку на сервере. Назову photo.jpg и повторю команду. Но кроме AD модели я укажу флаг файл с указанием имени файла, а также флаг mm, то есть мультимодал. Это Boolean флаг, который указывает мультимодальный режим или нет. Отлично, теперь клиент отправил на сервер просьбу описать изображение передано в файле. И модель отвечает, описывает картинку. На этом изображении мы видим маленькое растение с белыми цветами. Описание окажется достаточно точным. Модель, развернутая на моем сервере с помощью LamaStack, работает в мультимодальном режиме. LamaStack позволяет разворачивать различные модели Lama. Для создания приложений на базе этих моделей есть клиентский SDK для Python, а теперь еще и нативные приложения под iOS. Тут можно писать на Swift. Используя локальные модели Lama 3.2, 1B и 3B, я думаю, разработчикам уже пора осваиваться с этими инструментами, так как, на мой взгляд, у них уже появилось реальное применение на рынке программного обеспечения. А пока у меня все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии и не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, ссылка в описании. До встречи в следующих эпизодах. Всем пока.